Тан, хорошо, мы продолжаем. Всегда упоминаю любую от Михаила, свою жену, которая ушла из жизни два года назад. И мы с вами задались вопросом, в чем царь Шламо мудрее Эйнштейна. Я думаю, что это такой бэкграунд всех наших занятий, всех наших бесед. Можно сказать сразу, что мудрость царя Шламо направлена на то, чтобы принести добро, радость. То, что не приносит радости и то, что не приносит добра в мир, это, как бы, скажем, не является мудростью, по крайней мере, с точки зрения царя Шламо. Эйнштейн не всегда задавался таким вопросом, приносит ли его открытие благополучия людям, в чьи руки он передает свои открытия, кто будет это использовать. Говорят, что он очень переживал, когда бомбы были сброшены на Хиросиму и Нагасаки, но, как бы, переживать, скажем, переживать нужно заранее. В этом и состоит мудрость, найти, как привнести в мир добро, а не разрушительные силы. Примерно так представляется, по крайней мере, мне так кажется. Сейчас мы поднимаем с вами текст, очень простой и совершенно непростой. Так, вот, надеюсь, мы хорошо видим с вами сам текст, что мы можем сделать, улучшить. Итак, мы идем к началу, и с большим трепетом и надеждой на помощь на Всевышнего мы читаем первую строку. Мишлей Шламо, Бен Давид, Мелих Исраэль, притчи царя Шламо, сына Давида, царя Израиля. Притчи мы с вами говорили, что это слово похоже, близко к слову «одежда», «семла». И как бы нужно раскрыть какой-то глубокий смысл, а он дается на примере простой какой-то жизненной ситуации. Но потом можно углубить, дать другой пример, более сложный, более близкий к смыслу. Это мишлей, одежды, которые как бы постепенно снимаются для того, чтобы дойти до сути. Шламо, да, Шламо, сын Давида. Шламо очень хорошо знал, что все, что у него есть, это заслуги его отца. И страна, и его мудрость, и то, что он сам по себе является царем, и то, что он подошел к строительству храма и потом построил его, это все заслуги отца. И он прекрасно это понимал, и когда двери храма построены, вы им не хотели открываться, он произнес псалом Давида, который указывает на его заслуги. И вот Шламо, он не сказал сначала царь, да, только потом он говорит царь над Израилем. Ну, давайте посмотрим, что же такое царь над Израилем. Царь над Израилем в данном случае, в данном контексте важно то, что он призван обеспечить во всей стране изучение Торы. Это обязанность лежит на нем, также установить суды, конечно, справедливые суды. И на нем лежит обязанность возвысить моральный уровень народа. Это обязанность царя Израиля. Мы понимаем, что этим занимался Давид по-своему. И царь Шламо, так сказать, сейчас принял эстафету от своего отца. Возвысить моральный уровень и духовный уровень, также вдохнуть божественный дух, сделать так, чтобы божественный дух не оставил народ, и в народе всегда присутствовало пророчество. Нужно представлять себе, что и царь Давид, и Шламо фактически были пророками. И вот представим себе царство Шламо, когда он говорит, что он царь Израиля. Что это значит в его устах? Мы берем с вами из книги Малахималев и смотрим. Шламо владел всеми царствами от реки Фрат до земли Плештим и до пределов Египта. И мы видим, что за его столом была обильная пища. Откуда это настолько богатая или настолько многочисленная пища? Зачем она нужна? Каждый день, кроме того, что он кормил своих приближенных, за его столом собирались царицы всего мира, собирались его дворцы, и он накрывал большой стол для того, чтобы пели и ели, пели все и пили и ели, и можно было поговорить о мудрости. И не только, конечно, о той мудрости, которая помогает добывать медную руду или какие-то другие технологии усвоить и понять, а о мудрости жизни, о том, как построить страну, каков суд является справедливым. Все это пытался царь Шламо растолковать всем царям. И его владение от Тевсаха до Азы над всеми царями, по ту сторону реки, и сидели Иуда и Исраэль спокойно, каждый перед наградной лозой своей и под смокомницей своей, от Дана до Берешевы, во все дни Шламо. И было у Шламо сорок тысяч сто, сто шедми и так далее. И мы представляем себе... Медраж говорит, что в дни царя Шламо улицы мостили золотом. Конечно, это такая метафора, но это указывает на то, что состояние благополучия, спокойствия было в стране. Теперь зададимся вопросом. А если все в порядке, зачем учить мудрости и нравственности? Живут люди, им хорошо. Пусть каждый сидит под своей виноградной лозой, под своей манслиной, инжиром. В чем же здесь проблема? Почему надо так волноваться, так заботиться, чтобы люди были мудрыми? Тут можно вспомнить то, что говорится в книге Дворим. И он возведет его на высоты земли, и он будет есть урожай полей, и будет питать его медом из камня, и леем из кремневой скалы, коровьими сливками, молоком овечьим, и туком овец башанских, овнов и козлов, и самой тучной пшеницей, и кровь однократную будешь пить винную. Так обещает Сибишний сыновьям Израилем. И тут же Маше добавляет и говорит, и тучин стал Ешерун. Говорит о будущем, конечно, представляя всю вот эту картину благополучия в земле Израиля, которая может быть достигнута. И тучин стал Ешерун и стал легаться. Ты потучнев, растолстел, жиром покрылся, и покинул он всесильного, создавшего его. И поругал твердыню спасения своего. А человек не может отдаляться от Бога. Как только он отдаляется от Бога, всё сразу рушится. Забывает о Боге, и благополучие начинает рассыпаться. И не потому, что упаси Бог, что Всевышний, он мститель, но он начинает мстить. Нет, дело не в этом. Благо можно получать только в том случае, если так можно представить себе сосуды. Вот тебе что-то наливают, тот же елей, дорогое масло оливковое, а нужны сосуды. В обычном мире сосуды – это горшок, может быть, горшок из глины, а в духовном мире – это благодарность, понимание того, что тебе даётся, и умение от всего сердца благодарить Всевышнего. Если этого нету, если это пропадает, то пропадает сосуд, и благо человеку невозможно дать. То есть, чем больше ему даёшь, тем он, сам человек, становится хуже, и в конце концов, упаси Бог, может надевать много бед со всем тем благом, который он получил. Но это не называется воспринимать благо. И поэтому, когда человек отрывается от Всевышнего, не может понять источник или забывает источники своего блага, то всё начинает рассыпаться. Поэтому понятно, что, может быть, особенно в периоды благополучия следует уделять внимание духовному росту людей. Да, Цуфриим, такой комментатор, он говорит, что уровень благополучия должен соответствовать духовному уровню. Чем больше благополучия, тем больше должен быть духовный уровень. Мне кажется, это очень хорошо сказано. Потому что чем благополучие этой возможности, чем больше у человека возможностей, тем он должен находиться на более высоком духовном уровне, чтобы знать, как использовать то, что ему было дано. Не сумеет использовать то благо, которое ему было дано для блага других, для блага всех людей, то всё начнёт рассыпаться. Теперь это то, что мы можем себе представить. Благополучие. А для того, чтобы поддерживать благополучие, необходимо поддерживать духовный и моральный уровень народа. Теперь мы зададимся с вами вопросом. Царь Шламон начнёт с мудрости. Лададху хмау мусар, чтобы эти мишле и притчи написаны, чтобы знать мудрость и мораль, можно сказать, нравственные ценности. Может быть, так можно сказать. Лададху хмау мусар. Но прежде всего давайте посмотрим, что такое мудрость в Кагелите. Она, оказывается, не совсем то, что здесь. Царь Шламон стремится в мудрости, в Кагелите, но он исследует, а что же даёт эта мудрость? Как мы с вами говорили, не просто знания. Эти знания должны дать благо человеку, прежде всего радость, благополучие. даёт ли это? И вот он говорит, все реки текут в море, но море не переполняется, и место, куда реки текут, туда вновь приходят они. Что было, то и будет, и что творилось, то и будет твориться. Я, Кагелит, был царём над Израилем, в Иерушалайме, и обратил своё сердце моё, чтобы мудростью изучить и исследовать всё, что делается под небесами. И вот тут ключевое слово, которое нам позволяет понять весь пессимизм царя Шламо, и даже его в какой-то степени, по крайней мере, отрицание самой мудрости как ценности, может быть, абсолютной ценности, потому что он в Кагелите показывает, что происходит под небесами, то есть в сугубо материальном мире, когда духовный мир, он как-то исключается из рассмотрения или почти полностью исключается. Это очень напоминает диалог Лапласа с Наполеоном. Лаплас представил Наполеону схему Вселенной, так как он её расчертил, так как он её рассчитал. И вот Наполеон его очень долго слушал, потом он спросил, скажите, а где же в вашей схеме присутствует Бог? На что ему Лаплас ответил, сир, моя схема в Боге не нуждается. И вот здесь вот как бы такое умышленное исключение духовного мира для того, чтобы понять, имеет ли какую-то ценность сам материальный мир в отрыве от духовного, и мудрость, которая, скажем, исследует мир, все причины и следствия, все обстоятельства, собирает все сведения. Может ли эта мудрость привести к какому-то благополучию, удовлетворению? Царь Фишраму приходит к выводу, что нет. «Ибо умножая мудрость, умножаешь огорчение, добавляя знания, увеличиваешь скорбь». Это, скажем, подход царя Шламова, умышленный, как бы для того, чтобы понять сущность материального мира, он похож на подход от философа. Тот, кто философ, это человек, который любит мудрость. Мудрость ради мудрости. Собирать знания, анализировать, причем в основном материальный мир, в отрыве от духовного. Философия, как мы с вами говорили неоднократно, она отрицает связь, возможность связи человека с бесконечностью, отрицает пророчество. Вот можно ли здесь найти какое-то счастье? Ну, счастья нет, но философ находит удовлетворение в том, что он все отдает мудрости. Он представляет себя, что чем он мудрее, тем он ближе к богам. И вся мудрость человека – это то, что остается после него, когда он уходит из этого мира. Это позиция философа, и царь Шламон как раз ее отрицает. Все это не нужно, все это безрадостно, все это ничего не дает. И вот еще мы раз с вами видим, «И визнанавидел я жизнь, ибо дурные дела, по-моему, вершатся под солнцем, ибо все суета и погоня за ветром». Под солнцем. И это намек на то, что можно выйти за пределы солнца. Солнце – это как, скажем, указание на ограниченный материальный мир. Солнце определяет порядок, в общем-то, как бы неизменный порядок. И мудрицы наши говорят, что солнце шумит, когда оно движется при его дневном движении. Мы, конечно, не слышим с вами шума солнца, там ничего не скрипит на этом небосводе. Они имели в виду совсем другое. Вся, как бы, деятельность под солнцем народов, она удаляет духовный мир, скрывает духовный мир, заглушает, как бы, голос духовного мира, который призывает человека возвыситься духовным. Это то, что происходит под солнцем. Но что мы можем с вами сделать? В Кагалите есть вывод. Вот я ищу этот вывод. Если я где-то его пропустил, то мы сами вспомним с вами устно, что Кагалит, царь Шламоз, завершает словами. Сов давара коль не шма, это лахим тирау митсвата в шмор, зэ коля адам. Держит, у меня здесь выписано, не вижу совсем. Ну, ладно. Хорошо. Вот, значит, как мы это с вами переведем? Вывод такой, в конце концов, вот что нужно. Сов давара коль не шма, в конце концов, все будет услышано, все будет поднято, то есть не забывая о том, что есть будущий духовный мир, и трепещи перед Всевышним Богом и исполняй его заповеди. Это весь человек. Вот это как бы вывод Кагалита, который начал с того, что он хотел найти собственную ценность в мудрости под Солнцем, в материальном мире. Не нашел, не нашел ее вывод на трепещи перед Всевышним. То есть что значит? Не то, что мудрость ничего не стоит, не то, что все знания, которые накопил человек, изучая материальный мир, ничего не стоят, они стоят очень много, но что без трепета перед Всевышним нельзя ничего достичь. Можем представить себе, можем заглянуть в Иова на секунду, который также говорит о мудрости, но немножко по-другому, чем Кагалит. Он говорит так. Беахухма ми айн тимца, би эйзема комбина, а где же ты найдешь мудрость, и где оно место понимания? Он сразу указывает на то, что мудрости трудно найти в материальном мире конкретно, или, скажем, для того, чтобы найти настоящую мудрость. Конечно, нужно изучить и материальный мир, но настоящую мудрость нужно выйти за пределы материального мира. И он говорит ми айн тимца, где ты ее найдешь. Но если читать утвердительно, то это получится ми айн тимца. Мудрость приходит из эйн. Как мы говорили, слово эйн указывает на бесконечность, а если указывает на бесконечность, и как бы там в бесконечности, если так можно сказать, скрывается Всевышний, и если переставить буквы слова эйн, то получится они. То есть мы видим с вами, что Кагелет находится в материальном мире и говорит без трепета, без трепета перед Богом ничего не получится. Иов сразу как бы понимает это, если так можно сказать. И вот он говорит так. И он сказал человеку, вот страх Бога, он и есть мудрость, и удаляться от зла разум. Ну, точно то же самое, что мы с вами сказали. Трепет перед Богом, он и есть мудрость, но может быть не буквально так, но без трепета перед Богом не может быть никакой мудрости. Почему? Попытаемся с вами поговорить. Да, и удаляться от зла. Это и есть разум. Это и есть мудрость. Ещё можно сказать, привносить в мир добро. Тоже будет правильно, Иов об этом не упомянул. И царь Шламо говорит, Мишлей Шламо, притчи царя Шламо, а зачем они? И вот он нам говорит, мы просто читаем продолжение предложения, чтобы понять мудрость, и мусар, можно сказать, правила поведения, можно сказать, мораль, и так, и так будет правильно, и понять высказывание, высказывание бийна, понимание. Ну, давайте попробуем всё это разобрать, не остановимся просто на этих словах, только сразу можно сказать, что здесь мудрость другая, чем в Кагэлите, а мы с вами и специально и посмотрели. Сразу, как бы, да, царь Шламо, ещё немного он нам скажет об этом, но он уже здесь имеет в виду, что я буду говорить о другой мудрости, о настоящей, там я пытался найти смысл ограниченной мудрости, мудрости, запертой в материальном мире, здесь я буду говорить о настоящей мудрости, и настоящая мудрость, она неразрывно связана с мусар, с моралью, с высоким моральным уровнем, потому что, в общем-то, цель мудрости – это принести благо в мир. И как это можно сделать? База для этого – это высокий моральный уровень, от него можно оттанкивать и идти дальше. Знать мудрость и мораль вместе, не отдельно мудрость отдельно, а мусар морали отдельно, нет, мудрость и мораль, так как через мудрость прийти к морали, как высокую мораль воплотить через мудрость. И здесь мудрость царя Шламо, она предполагает и Тору, и знание Торы. Возможно, и даже невозможно, а точно и внешние знания также, знания о мире, но Тору она не исключает, как это было в Кагелите. Вот, чтобы знать мудрость, как её знать, как она воплощается, как в мир, как нравственность, как мораль, можно сказать, как добро. Знать, как пользоваться мудростью, знать, для чего она предназначена, знать, для чего она дана. Вот иногда говорят, соблюдай заповеди, и всё будет хорошо. Эта посылка, на мой взгляд, она не очень верная, и даже, можно сказать, совершенно неверная. В данном случае про заповеди Шламо не будет говорить много. Про заповеди он уже сказал в Кагелите, это вывод Кагелите. Это митцватавш мор, соблюдая его заповеди Всевышнего. Здесь речь пойдёт о чём-то другом, кроме заповедей. И нужно представлять себе, что тот, кто говорит, что соблюдай заповеди, соблюдай заповеди, для такого человека заповеди – это не панацея от всех бед. Давайте приведём несколько примеров. В Торе очень, скажем, какие-то моменты, они скрыты, они оставлены для человека, как его свобода выбора, как возможность для него подумать. Но, в общем-то, Тора требует поднять моральную планку, и, скажем, если человек это не делает, то он не достигает духовной высоты, он не достигает духовной высоты и не может поднять на духовную высоту, на высокий моральный уровень других. Да, вот я вам написал возможность двух жён. В Торе многожёнство разрешено. Да бери хоть сколько хочешь жён. Но, на самом деле, моральный закон говорит о том, что это вовсе неправильно и у нас, что если наши братцы брали двух жён, то на это были какие-то причины. Но, в любом случае, Тора это далеко и далеко не поощряет. не поощряет. Может быть, могут быть какие-то причины, может быть, нету детей, что-то ещё. Но Тора это не поощряет. Как это знать? Как это понять? Говорят, соблюдай заповеди. Ну, соблюдай заповеди. Вот, по Торе можно сколько хочешь жён брать. А что будет, если ты будешь брать много жён? Вот. Ничего хорошего из этого не выйдет. можно начать сейчас тут описывать, так сказать, полигамные семьи, и мы поймём, что это совершенно не путь. Всевышний в пророке Малахи, он вообще упрекает сыновей Израиля, вернувшихся из Бабеля, в том, что они берут себе вторых жён. как бы это целая история, но он говорит такими словами, вы союз разрушили, разрушили союз со мной. А в чём дело? Ведь можно. Дело в том, как бы, скажем, в данном случае, что пришли с жёнами, которые пошли за ними и взяли на себя всю тяжесть и всю нагрузку, которая была связана с переходом из Бабеля в землю Израиля. И тут мужчины смотрят, есть самаритянские женщины, шамранин, стали делать им ги-юр. И Всевышний не упрекает за то, что женится на чужеребных зонах, на женщинах это отдельный разговор. А он упрекает за то, что берут вторую жену, разрушили союз с моим. Вот жена, которая пошла с тобой, а ты бы взял себе самаритянку, которая хорошо выглядит, богато одета, не измождена такой тяжелой работой. А про свою жену ты забыл, ты отодвинул ее куда-то на дальний план, пророк упрекает. Хотя, пожалуйста, все по-голыхе, все можно. Этот разговор о том, что соблюдай заповеди, и все будет хорошо, он совершенно неправильный. Говорят, тот, кто говорит, что у меня есть только Тора, у него даже Тора нет, про Галаху, это можно умножить на тысячу раз. Тот, кто говорит, что я соблюдаю Галаху и все, он не может соблюдать Галаху, потому что он не понимает, что такое Галаха. Или то, что кроме черты суда есть еще другая черта. Теперь, скажем, развод. Пожалуйста, с точки зрения Торы, мужчина встал утром, почесал за ухом, скажем, и решил развестись с женой. Взял бумагу, написал ей гет, дал ей гет, и она пошла в одну сторону, пошла в другую сторону. Это возможно с точки зрения Галахи, с точки зрения закона. говорят, что когда люди разбудятся, плачет жертвенник, жертвенник, из которого мужчина и женщина были сотворены, и там связь, как мы знаем, Всевышний подбирает пары, когда для людей Всевышний подбирает пары, он подбирает пары. И так далее. Есть законы прекрасной пленницы, которую вы прекрасно знаете, когда человек на войне увидел женщину, и он взял ее в жены там со всеми ограничениями, потом взял ее в жены, все по закону. Но что сама Тора предупреждает, что могут быть от такого брака дети, которые являются проблемой. Иногда Тора не совсем определяет, что человеку нужно делать, и оставляет его руках решение. Давайте посмотрим с вами классический пример из Бавамиции. И здесь Бавамиции рассматривается такой случай. Двое идут по дороге, и у одного из них кувшин с водою. Если они выпьют оба, то оба погибнут. А если выпьет только один, то он дойдет до места поселения. Видимо, дорога идет через пустыню. бэн 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 тора, один из мудрецов, он всегда говорил так. Пусть лучше оба умрут, но ни один из них не увидит смерть другого. Не увидит, он может пойти с этим кувшином и оставить своего товарища. конечно, он не увидит его буквально, но будет жить с этим ощущением, что он причинил товарищу смерть. Поэтому лучше пусть оба выпьют эту воду пополам и там уже как будет, так и будет. Но никто не будет себя считать смертью причины товарища, пока не пришел рабе Акива и не сказал Бехай Ахиха и Мах и с тобой будет жить брат твой Хаейха Кудмимли Хаейха Береха твоя жизнь она прежде жизни твоего товарища. Вау! Это рабе Акива который говорит, что самое общее правило в Торе это любовь. Аклар Гадоль Бетула Бага Вторая Хакамоха это он сказал в Сифре что же здесь он говорит, что твоя жизнь она прежде ты должен о ней прежде позаботиться чем позаботиться о жизни товарища. Во-первых давайте себе представим он приводит пасук но честное слово он учит не из пасука потому что из этого пасука можно выучить прямо противоположное да здесь сказано выхая хиха и мах пусть живет с тобой твой товарищ с тобой на равных есть два слова которые передают с тобой это эт и им им это на равных а эт это он как прилагательное если было бы сказано выхая хиха и тха и будет жить с тобой товарищ товарищ с тобой как прилагательное какое-то дополнение так я бы понял его вывод из предложения а здесь когда имах он будет жить с тобой на равных да вот вывод его не очень-то опирается на на слова потому что это не галактический вывод там из текста Торы Тора оставляет решение за людьми да и понятно о чем говорит Тора да вот человеку будет человеку будет тяжело он будет жить всю жизнь с ощущением того что он причинил смерть товарищу да о чем говорит Рабяки во-первых он говорит о линии суда человек может пойти по мере милости сказать другому на возьми кубшин иди пей да вот кстати Раби Машей Файнштейн один из крупнейших современных современных пуским его уже нет в живых да он рассматривает эту ситуацию говорит что например когда в случае есть взрослый ребенок то ребенку ну если он может дойти да то ему нужно нужно отдать кубшин да я не буду вдаваться во все подробности почему он так постановил то есть да то есть Раби Акива проводит линию суда кубшин твой ты обязан жить ты не обязан жертвовать своей жизнью ради товарища взял кубшин и пошел вот но опять же это черта суда есть мера милости есть мера любви да вот и она может зайти настолько что ты можешь пожертвовать своей жизнью ранее товарища это не самоубийство да вот в обычной жизни как правило человеку не следует как бы скажем да давать свою жизнь за ну давайте за другого но однако бывают ситуации когда это происходит и особенно в армии армия не может функционировать если люди не будут защищать друг друга спасать друг друга самоотверженно полностью не думая о себе думая только о другом просто такая армия не сможет функционировать вот так что я надеюсь что здесь рабе Акива как-то понятен да и рабе Акива да он привносит такую скажем линию струю да вот есть любовь к человеку есть любовь ко Всевышнему да вот и как же можно отдать две жизни когда перед Всевышним есть обязанность жить что-то делать да особенно если как рабе Акива всегда исходил из того что мы все солдаты мы все воины да тут есть обязанность спасти одну жизнь да и опять же исходно это тот кому приводит Житку в Шинтаче может быть другое решение да вот это просто пример того да Галаха взял стал пошел сделать там это 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 и все не работает так и не и не и не запланировано Тора так да есть есть неопределенные моменты есть моменты как мы видели да что Галаха допускает а есть морально-нравственный уровень Торы он это не допускает давайте я приведу еще такой пример из трактата сута да в принципе мужчина есть так можно сказать скажем да женатый мужчина у него могут быть какие-то там отношения со свободной женщиной допустим да вот теперь если возникает ситуация если возникает ситуация когда женщину приводят в храм для того чтобы проверить а не изменил она ли мужу или нет изменил мужу или нет в том случае если муж ей изменял самым достойным самым разрешенным с точки зрения Торы способом пошел просто к свободной женщине если он ее изменял воды не будут проверять женщину они не действуют да вот и исходная такая что измена мужа она толкает скажем не толкает может быть да но приводит в какую-то тоску женщину и она может скажем если не пойти на измену то вольно вести себя да вот то есть только человек который скажем да не не представляет себе что у Торы есть какой-то скажем свой скрытый моральный уровень иногда совершенно не похожий на то что напрямую написано да как например глаз за глаз око за око да вот поди так Тору примеряй да вот теперь ну я не знаю как как нам с вами сделать хоть иногда бывают вопросы очень серьезные да и как мы с вами помним Хананья Миша или Азарь встали перед вопросом да могут ли они склониться перед статуей или они должны пожертвовать своей жизнью перед статуей на входной цара да и пришли к Ихискелю и Всевышний им не ответил он не ответил ему наставил их решать этот вопрос самим да и они как вы помните учили из лягушек да вот в Египте мы видели что лягушки бросались в огонь да в печь значит наверное это не не зря написано это наверное указывает что если у лягушек было такое свойство у человека должно быть тем более такое свойство он ради Всевышнего да ради Всевышнего должен шагнуть в огонь если складывается такая ситуация да опять же нету определенности нужно понять да вот окей да и тут я приготовил еще несколько примеров но давайте да давайте пойдем дальше вот то есть это скажем знать знать мудрость и мораль я надеюсь что мы теперь с вами представляем себе то есть знать мудрость и Тору и как бывает в жизни самые разные жизненные примеры да вот этого как бы еще недостаточно нужен опыт нужно глубокое понимание да что такое высокая мораль как она сочетается как она сочетается с Торой да вот тут можно вспомнить тут можно вспомнить про царя Шламо да что он считается самым мудрым человеком да и дал бог мудрость Шламо и разума очень много и широту сердца вмечающего знания обильные как песок на берегу моря и мудрость Шламо была больше мудрости всех странов востока и всей мудрости Египта и было мудрее всех людей и Таны и так далее да и было его имя среди всех окрестных народов и приходили от всех народов послушать мудрость Шламо вот а то что может быть нам очень интересно было и говорил он о деревьях от кедра что на ливаноне до изова вырастающего из стены и говорил о животных и о птицах и приосмыхающихся и о рыбах да то есть он говорил об общих знаниях наверное эти общие знания для него они были как бы сочетались со знанием Торы со знанием духовного мира но тем не менее мы видим что он был мудрый не только в плане Торы но и в плане общих знаний да теперь еще немного постараемся с вами продумывать да окей ну может быть интересно соотнестись с Еремьягу и сказать что у Еремьягу есть посылка что значит знать Бога мы всегда говорим нельзя знать Бога да а у Еремьягу есть есть что значит знать Бога значит он начинает так что как вы помните не надо пусть мудрый не хвалится своей мудростью пусть сильный не хвалится своей силой пусть богатый не хвалится своим богатством а чем же хвалиться тому, кто хочет похвалиться, как бы, да? Это пусть он хвалится тем, что он понимает и знает меня, Бога. Ибо я Бог, который делает милость, суд и справедливость на земле, да? Келли Хафацте, потому что я желаю этого, Слова Бога. То есть, что значит знать Бога? Знать Его желания, чего Он хочет, да? Милость, суд и справедливость на земле. Не наверху, не на весах, на земле. Он творит, Он хочет, чтобы это было. И если человек это знает и понимает, что в этом желании Всевышнего, он знает Бога, да? И вот есть это заблуждение, когда говорят, да, мы не знаем Бога, мы не знаем, кто Он такой, да? Это просто, ну, просто как бы, да, ум за разом заходит. Если ты не знаешь, что такое Бог, кому ты молишься? Зачем ты молишься? Вот, у тебя Бог, у Него желание. Я Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Вывел, чтобы ты был свободным человеком, чтобы не было рабства, чтобы преобразовать мир, чтобы в этом мире была любовь, суд и справедливость, да? Так что ж ты не знаешь Бога? Ты не знаешь, упаси Бог, Он с бородой или нет? Этого ты не знаешь, да? Так что многие вещи просто исходят из непонимания, глубокого непонимания понятий, да? Ну, если так можно сказать, непонимания понятий. Слово «мусар», да? Его можно понять по-разному. Один из моментов, да, это, как говорит Маарал, это «есурим». «Есурим» – это муки, мучения, да? Но здесь, может быть, можно сказать не муки и мучения, да? А можно сказать опыт, да? Опыт, он всегда тоже непростой, да? Может быть, опыт на собственных ошибках, а может быть, опыт на чужих ошибках, да? Вот человек умеет посмотреть и научиться на чужих ошибках, да? Одна учительница русского языка написала, что она не стала поправлять в сочинении ошибку ученика. Он написал так. «Опыт приходит с гадами». Вместо того, чтобы с гадами, он написал с гадами. Я, говорит, не стала поправлять. Вот тут что-то такого же плана. «Есури» – мучения, опыт, да? Может быть, это не физические мучения, это, может быть, ну, упаси Бог, неприятности, неверные решения. Или ты смотришь на другого, что лучше, да? И на историю, может быть, и пытаешься научиться, что правильно, как правильно себя вести. Так что можно сказать, что вот эта мудрость и опыт, не забывая о том, что в слове «муса» содержится и высокая мораль, цель – достичь высокой морали. «Леавин имрей бина», чтобы понять высказывание мудрости, понимать речения наставления, глубокого понимания. Вот, ну, тут что можно представить себе, да? Мудрость, бина, морал говорит так, что бина – это от слова «бейн», «между». И достижение вот этой понимания, не мудрости, чтобы не путать с тем словом, которое мы разбирали вначале, достижение понимания, оно как строительство дома. Берется кирпич, еще один кирпич, и на оба эти кирпича кладется еще один, да? То есть, можно сказать, что понимание – это обобщение, да? Это вывод уже из обобщения, да? Не только из конкретного примера, конкретного опыта, да, но и умение обобщить, да? И еще указание, я бы сказал, что это указание на последствия, ну, может быть, это есть и мудрости на указание на последствия, вот. Ну, и в «Мусар» тоже есть указание на последствия, что будет, если ты будешь поступать плохо. Вот, можно представить себе, да, если так можно сказать, как это работает, да? Попытаемся представить себе на примере истории Ахана из книги Яшуа. Да, Всевышний сказал, всякое место, где наступит нога ваша, вам дал его, да? Сказано – сказано. Значит, вперед! Каждое место, где наступит нога ваша, я вам дал, да? Теперь что происходит? Значит, да, захватили Ирихо, да, и Яшуа по имени, он сам, ему подсказали, под влиянием руководителей народа, глав колен, он решает послать три тысячи в город Ай, да? И там терпит поражение, 36 человек погибают, да? Вот, что произошло, да, значит, Ахан украл, украл ожерелье, да, там, скажем, украл из добычи Ирихо, в то время, как нельзя было брать, так как эту войну ведет Бог, да, и поэтому нельзя ничего и брать, вся добыча, так сказать, принадлежит ему, вся она должна быть отдана в храм или в мешкан, да? Вот, вот, но Ахан – это как бы, да, такой провал общий, да, но, скажем, да, скажем, и у Яшуа, и у всего народа есть здесь большой промах, большой промах, да, Всевышний сказал, где наступит нога ваша, это вас все вместе, да, Шхена будет с вами, Шхена не будет с одним человеком, или с десятью, или с двадцатью, да, Шхена будет только со всем народом, да, где наступит нога ваша, вас всех вместе, да, и Яшуа понимает, он делает, он делает вывод, да, и в следующий раз уже выходят все вместе против города Ай, несмотря на то, что, может быть, со стратегической точки зрения или с тактической можно было захватить город меньшими силами, нет, да, есть божественное присутствие, да, и Бог объясняет еще Яшуа, да, что если ты составляешь какие-то планы захвата там города, да, то нужно понимать, да, что это может быть только со Всевышним, что Всевышний дает тебе, как бы, разум, понимание, да, и он приводит к тому, что этот план оказывается удачным, да, это все Яшуа понимает, да, понимает, как бы, да, из произошедшего, да, то есть каким бы мудрым человек ни был, да, какое бы пророчество он ни получил указания, да, иногда, иногда делаются ошибки, и нужно сделать вывод на обобщение, вот, сделать конкретный вывод из произошедшего и обобщить его на будущее, вот, скажем, да, очень трудно делать, очень-то, я думаю, ну, давайте представим все так, да, когда речь идет о всем народе, то тут как-то более-менее, все-таки немножко полегче тут ошибки очевидны, да, и вот мы понимаем, что в нашей ситуации, например, вся та тяжелая ситуация, которая сложилась в Израиле, она сложилась из-за того, что отдавали землю, да, отступали перед лицом врага, отдавали землю, не понимали, что за нас никто заступаться не будет, мы народ особый, который живет отдельно, да, вот, и мы должны рассчитывать только, только на себя, да, вот, то есть сегодняшняя ситуация сложилась из непонимания простой, скажем, заповеди или простой посылки, нельзя отдавать землю, не пяди ее, нельзя отдавать, нельзя отдавать врагам, скажем, да, это как бы вывод, он более-менее понятен, да, вот, и, но когда речь касается одного человека, тут делать выводы гораздо, гораздо труднее, да, вот, можно привести такой пример, может быть, притчу так же, да, вот, была женщина, которая заставила своего мужа, потому что он стал пожилым пить чай с молоком перед шахаритом, раньше он это не делал, а вот она его заставила, да, вот прошло какое-то время, их сын хотел жениться, и она заметила, что невеста хромает, и она расстроила этот брак из-за всего, ну, как так может быть невеста с каким-то, пускай небольшим, но с физическим недостатком, этого не может быть, да, и вот, и через какое-то время она идет, поднимается по лестнице, падает и ломает ногу, да, и вот она лежит и говорит, ну, зачем я заставляла мужа пить молоко перед шахаритом, да, вот, и это, скажем, может быть, такой простой примитивный пример, но он показывает, что выводы сделать очень трудно, и иногда человек не может сделать выводы, то, что ему следует делать, да, вот, то, что ему следует делать, ну, посмотреть, может быть, у него есть опыт, может быть, он может сообразить, может быть, ему кто-то подхажет, если нет, то остается один очень важный момент – постараться быть лучше во всех направлениях, да, это всегда помогает, вот, итак, мы с вами начали очень трудную тему, притчи царя Шламок, притчи самого мудрого человека, может быть, за все время существования человечества. Ну, не знаю, может быть, как-то, может быть, как-то справимся, по крайней мере, поймем, о чем он говорит, да, вот здесь я останавливаю Шерн, если есть какие-то вопросы, я готов послушать, вот, пожалуйста. Спасибо, очень интересно, прямо на одном дыхании, спасибо большое, не прерывайтесь, не прерывайтесь. Спасибо большое, у меня вопрос. Да, конечно. Мишлей, вы сказали, Семла и Мишлей, то Шорыш, и само имя Шлёма, и Шалом. Ну, безусловно, 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 здесь тоже есть намек, да, вот, на то, что, на такой Шлемут, на цельность, да, что задача привести, как бы, к полноте, по крайней мере, в том смысле, чтобы соединить знания духовные и практическое их применение. Да, в этом, хотя бы в этом плане, такой Шлемут, да, и, красный. Спасибо. Я хотел, если можно, секунду одну, да, хотел, мне пришло в голову, я помню, что перед переводом всегда зачастую, очень трудно, то, что на иврите на одном дыхании говорится, Мишлей, Машаль, Ванимшаль, да, по-русски это получается, как бы, длинная, да, аллегория и, как бы, не помню, как я переводил, аллегория и её смысл, что-то типа этого. Но интересно, как в иврите всегда вот это вот, то, что называется, ты ват пандора, клубок, да, смотри, Мишлей, правильно, да, вот это Машаль, наверняка взяли из Мишлей, сто процентов, по-русски притчи, понимаешь, но вот когда ты говоришь Машаль, то слышишь, что на современном рите Машаль, действительно, это, ну, как бы, притчи, но это не совсем правильно, это, как бы, больше, действительно, к современному пониманию, то, что называется, аллегория, парафраза, как угодно, Машаль, Ванимшаль. Да, рэп-натон очень, очень, наверное, идёт. Да, да, по-моему, да. Вот, ну, то, что мы можем представить себе, да, что слово получается очень ёмким, да, то есть, и с той, и с другой стороны, вот, и как Талия подчеркнула на что, шломо, и шалом, и так далее, да, на шлемо. Это настолько понимаешь величие языка Всевышнего, который дан, или условного языка любого, когда люди условились, да, что вот так будут называть, то есть, тут вообще такой смысл везде стоит, за каждой буквочкой, за каждой. Вау. Спасибо огромное. И Лемшоль, кстати, и Лемшоль, кстати, тоже. Лемшоль, да? Лемшоль, да. Ну, да, а кто вообще Мошель, да, откуда это? Немшала, откуда кто? Вот, который, по-видимому, правильно понимает Машаль. Мы Немшаль, вот, у того есть, как бы, шлета, правильно? Замечательно, замечательно. Я просто не создавал с такой задачей. Очень замечательные добавления. И шлемут, и шелтон. Очень здорово. Да, да, да. Очень хорошо. Хорошо. Прекрасно. Ну, хорошо. Так что мы с Божьей помощью, по крайней мере, представляем себе, что значит знать мудрость и мораль. Знать мудрость и мораль мы вместе, да? Что значит знать, да? Я надеюсь, что мы смогли это представить себе как-то. Хорошо. Я уже жду следующей встречи. Давайте. К сожалению, не удастся торопиться, да? Придется работать со скамеечкой. Хорошо. Всего самого доброго. Окей. Спасибо, Роман. Всем счастливо. Пока. Продолжение следует. Спасибо, Роман. Счастливо.